МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В итоге четвертое место. Опередить Россию смогла только Индию. Жукова провела все четыре матча без замен, а Шелгина сыграла только в одном против бразильянок. В новый поход за Кубком Шелкового пути. Высшая хоккейная лига утвердила состав участников и календарь нового сезона. Соревнование, как известно, получило новое название. С 5 сентября по 24 февраля все участники, среди которых и Молот Приками, сыграют в регулярном чемпионате. А непосредственно Кубок Шелкового пути разыграют в плей-офф. Турнир международный. Уже известно, что в первой игре к Молоту в гости приедет китайский клуб Ценг Тоу. А во втором матче еще один представитель Поднебесной и команда КРС ОРДЖИ. Игры намечены на 6 и 8 сентября. Удержать лидера не смогли. Баскетбольный клуб Парма покидает Иван Ухов. 22-летнему защитнику предложение, от которого не принято отказываться, сделал столичный ЦСКА. Наставник сборной страны Сергей Базаревич считает, что покинув Перми, отправившись в Москву, Ухов сделал правильный выбор. В интервью официальному сайту Пармы тренер отметил, что тренировки бок о бок с серьезными кудесниками оранжевого мяча позволят прогрессировать. Считаю, что переход в ЦСКА будет полезен для Ивана Ухова. Я надеюсь, он получит шанс на игровые минуты. Как происходит со всеми новичками ЦСКА? Иван должен им воспользоваться. Тут многое зависит от него самого. Закончил выступление в Парме еще один баскетболист. Это Максим Дыбовский. Российский форвард играл за пермскую команду на протяжении последних четырех сезонов. Ранее, напомню, стало известно, что Парма подписала контракты с пятью легионерами. Среди них четыре американцы и один представитель Литвы. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий. Субтитры создавал DimaTorzok